Дмитрий Калюжный. Как Европа превратилась в пуп земли? Украинский конфликт на фоне истории Европы. Прошлое Европы скрывает потрясающую жестокость. Бесконечные войны, ужасные казни, несправедливость, внеэкономическое присваивание земель и имущества. И все это ради того, чтобы поднялись и стали богаче одни владительные персоны и были бы устранены другие. Такая жизнь воспитала в европейцах, прежде всего правящего слоя, весьма специфические человеческие качества. Еще в XV веке, отставая от Азии по всем параметрам, к XIX веку Западная Европа сумела подчинить себе огромные территории на всех континентах. Перевести на свой интерес ресурсы множества стран мира, всего лишь потому, что ее элита, но не народ, восприняла в качестве главных принципов жизнеустройства жестокость, лживость, беспринципность и жадность. Вступление. Доподлинно узнать, что, где и как происходило в далеком прошлом, невозможно. Лишь небольшое количество событий отражено в летописях, да и те, что попали в них, записаны с неизвестной степенью точности. В разнородных сообщениях упомянуты неизвестные страны и народы, незнамы, где расположены города и непонятно куда текущие реки, разрозненные герои и не связанные между собой события, а датировок в большинстве документов нет. Изучать их стали недавно. История, как отдельная наука, выделилась из филологии лишь в конце XIX века стараниями западных европейцев. В итоге описанное прошлое, во всяком случае, в школьных учебниках России грешит изрядным европоцентризмом. Это заметно даже в терминах, определяющих степень старины. К примеру, российская история VIII-IX столетий преподается в курсе истории Древней Руси, а для стран Европы те же века, не древность, а средневековье. Европейская древность – это Римская империя и Древняя Греция, а поскольку и для Азии применяется слово «древний» – история Древнего мира. Учащийся невольно делает вывод, что Европа имеет историю, равную по древности азиатской, и куда как более старую, чем Русь. А это не так, потому что, во-первых, цивилизации многих азиатских народов старше Рима и Греции, а во-вторых, западные европейцы напрасно приписали себе историю Римской империи. В самом деле, к той империи, что имела столицу Рим, они имеют лишь косвенные отношения, а империя с центром в Константинополе существовала до середины XV века, тоже отдельно от Западной Европы. Но европейцам так хотелось иметь славное прошлое, что они собезьяничали, создав свою собственную Священную Римскую империю германской нации во главе с германским императором, который ни дня не жил в Риме. И что же мы видим, обратившись к документально зафиксированной истории? В 968 году от этого германского императора в Константинополь, он же Новый Рим, он же Царьград, прибыл посол, которого, допустив до пиршественного стола настоящего римского императора, усадили на XV далеко не почетное место. И посол восторгался, что после пира на тележках, покрытых пурпуром, в зал привезли фрукты в трех золотых вазах и подали через отверстие в потолке по трем канатам, обтянутым позолоченной кожей. Европейские короли того времени не могли себе даже представить такого роскошества. Помимо этой грека Римской империи славился богатством и культурой огромный арабский халифат. При халифе Харуне Ар-Рашиде, том самом, который любил инкогнито бродить по ночному Багдаду, в его столице жило около 2 миллионов 500 тысяч человек, имелось тиск 20-20 тысяч мечетей и молитвенных мест 10 тысяч бань. В Багдаде охлаждали воздух, спасая жителей от дневного зноя. А малонаселенные города Западной Европы даже столетиями позже отличались грязью, вонью и прочей антисанитарией. Интересно, что придворный европейского римского императора Карла Великого поделали запись об обмене подарками между халифом и Карлом и сообщили, будто бы Харун предоставил Карлу особые права в Иерусалиме. Но упоминаний о таких подарках и предоставлении прав нет в арабских источниках. Это просто легенды. Зачем же придумали их летописцы Карла? Чтобы возвеличить собственного вождя, потому что прослыть знакомцам Харуна Ар-Рашида было лестно. На деле Европа сильно отставала от богатой благополучной Азии и не была интересна никому из восточных властителей. 2 февраля 1421 года в Пекине торжественно осветили и открыли запретный город, выстроенный по велению императора Чжу Ди Династии Мин. Присутствовали главы и послы многих стран – Малаки и Японии, Вьетнама и Явы, Суматры и Борнео. От Аравии были представители Армуза, Адена, Ласы и Дафара. От Африки, Магадиша, Бравы, Малинди и Мамбасы. От Индии, Шри, Ланки, Каликута, Кочина и Камбея. На парадном обеде, состоявшем из десяти перемен блюд, еду подавали на чудесных фарфоровых тарелках. Было 26 тысяч гостей. Дамы щеголяли в ярких шелках. Любимая наложница императора блистала украшениями из иранского сердолика, цейлонских рубинов, индийских алмазов и китайского жада. Ее благовония источали ароматы амбры с островов Тихого океана, мира из Аравии и сандалового дерева из Сиама. Тремя неделями позже, в конце февраля того же 1421 года, в Лондоне король Генрих V из династии Ланкастеров, один из величайших полководцев Столетней войны. Сочетался браком с принцессой Франции Екатериной Валуа, дочкой французского короля Карла VI Безумного. Родственники новобрачных и гости, всего около 600 человек, угощались пивом. В качестве основного блюда им предлагали вяленую треску, выложенную на хлебной корке вместо тарелок. Невеста, разумеется, была в платье, но без белья и чулок. Такой роскоши Европа еще не знала. Даже питанием и одеянием высшей владетельной особы Западной Европы в уже начавшуюся здесь эпоху Возрождения. За 70 лет до рождения Леонардо да Винчи и открытия Америки Колумбом выглядели бедновато по сравнению с политической элитой любого развитого региона планеты. Китае, Индии, Персии, Аравии или греко-римской Византийской империи. К примеру, в Константинополе по торжественным случаям трапезничали по несколько дней под музыку с участием сотен гостей, а пищу многие перемены блюд. Подавали на серебре и золоте. Никто бы даже не рискнул предлагать императору сушеную треску. Впрочем, не только в питании, но также в науке, образовании и культуре Западная Европа не была первой в мире. Если в XV веке в Пекине книготорговцы предлагали читателю сотни романов на бытовые и любовные темы, ученые составляли энциклопедии. А библиотеки постоянно пополнялись новыми манускриптами, то библиотека Генриха V состояла из шести рукописных книг, причем три из них достались ему по наследству. Византия дала миру золотой солид, ходивший по всей Азии и Восточной Африке, оживляя международную торговлю. Арабские купцы на протяжении столетий вели торговые операции по огромному пространству Евразии. Даже такие страны, как Афганистан, участвовали в международной торговле. А в это время европейские территориальные руководители решали свои экономические проблемы почти исключительно насилием, набегами и грабежами. Европейцы на своем внутреннем рынке долго использовали солиды и другие восточные монеты, серебряные драхмы Персии, дирхема арабского халифата, и лишь позже посмели чеканить свои. От слова солид здесь произошли названия сольда и шиллинг. В военном отношении Европа тоже выглядела бедненько. В дни, когда Генрих сочетался браком с Екатериной Валуа, китайская армия насчитывала около миллиона солдат, а король Англии смог бы вывести в поле лишь пять тысяч воинов, вооруженных луками, мечами и копьями. Флот Джуди, который развез по домам знатных иностранных гостей после церемонии открытия запретного города, состоял из ста кораблей с командой в 30 тысяч человек. А когда король Генрих в июне того же года отправился воевать с Францией, он переправлял свое войско через Ла-Манш, гоняя туда-сюда четыре рыбачьи шхуны, каждая из которых брала на борт не более сотни солдат. Это 15 век. Проходит 400 лет и что мы видим? Выходцы из стран Западной Европы завладели Америкой, полностью подчинив себе местных жителей, тех, кто смог пережить геноцид. Англичане во всех океанах, в их руках Австралия и множество островов. Они захватывают Сингапур, Адин, Гонконг и султанаты Аравии, колонизуют Южную Африку и почти всю Индию и совместно с французами открывают для себя пути в Китай. Белая раса доминирует повсюду, навязывая свою волю странам и народам. Как и почему произошла такая метаморфоза, вот о чем наша книга. Часть первая. Выход Европы на арену. Развал Римской империи. Начиная разбор истории Западной Европы, не станем подвергать анализу совсем уж сказочной истории. Но не можем обойти вниманием закат имперского Рима, связанный с деятельностью германских племен готов и вандалов. С падением Рима закончилось, говорят историки, блестящая античность и начались темные века Средневековья. Ведь в самом деле интересно, каким чудом нецивилизованные племена смогли за какие-то полвека уничтожить могучую Римскую империю. И сразу же заметим, касаясь вопроса о падении Рима, авторы исторических книг имеют в виду, не всегда говоря об этом прямо, европейскую западную часть империи. У читателя складывается впечатление, что готы, гунны, варвары и вандалы друг за другом нападали на Рим в Европе, и он исчез без следа, и одновременно на Ближнем Востоке образовалось новое государство, некая Византия. На деле же Римская империя была единой и очень большой. Она занимала огромную территорию в Азии, Африке и Европе, а ее император в момент от падения европейской части жил как раз на востоке, на берегах пролива Босфор. Для управления это место было куда выгоднее, чем стоящий на несудоходной горной речке в 30 километрах от моря Италийский Рим. Он в момент падения был резиденцией одного из иерархов церкви, не более. Европейские приморские города, Неаполь, Генуэ, Венеция, а также ровенно экономически и политически были выше Рима. Петрарко I в XIV веке назвал византийцами грекоговорящих жителей восточной части Римской империи. А затем, в 1557 году, немецкий историк Тис и иероним Иероним Вольф назвал Византийской всю империю. Но сами-то византийцы называли свое государство Римской, в их произношении Ромейской империей, а себя, имея в виду подданство, римлянами, ромеями. А говоря о своей этноконфессиональной принадлежности, именовали себя греками или эллинами. Так что европейские сочинители, желая присвоить славу Рима, исключительно Риму-италийскому, и дав в восточной части страны название Византия, замаскировали истинную картину событий. На деле Римская империя именовалась на греческом и латыни базиле романион или империум романум, а на арабском ром, а слов Византийская империя не знал никто. В наши дни некоторые историки уже понимают это. Избранное западом употребление, противоречащее источникам терминов Византия и Византийский для обозначения собственно римских и греческих реалий Восточной империи является. Увы, наиболее наглядным примером культуры, стирающей элементы единения народов и воздвигающей придуманные различия. Мы могли бы назвать это также западным этноцентризмом. С этим следует покончить. Вот почему мы весьма признательны нашим коллегам-византинистам, которые отказались от привычного искусственного термина «византийский» в пользу юридически точных выражений «восточный римский» и «греко-римский». При основателе Восточной столицы империи Константине Великом город именовали Кайсарград или Кесарград, по-русски «царьград». Но еще интереснее, что с самого основания столицы на берегах Босфора она была объявлена Новым Римом. По сообщению Сократа-Схоластика, это установил законом сам ее основатель Константин. Город, который раньше назывался Византием, Константин, расширил, опоясал его большими стенами, украсил его разными памятниками. Воздвигнув его наравне с римом, царствующим градом, дал ему новое имя Константинополь и установил по закону, чтобы его называли Новым Римом. Этот закон вырезан на камне. Константин повелел уложить его во время публичной церемонии в стратегионе сбоку его конной статуи. Закону неукоснительно следовала Православная Церковь Империи. Халкидонский и Константинопольские соборы V век подтвердили равенство двух столиц. Всем митрополитам было указано, что место пребывания императора есть Новый Рим. В документах соборов христианской церкви не найти слов «Византия» или «Византийцы». Нет в них и такого названия, как Константинополь, и мы здесь иногда используем эти названия только для того, чтобы не запутать читателя, привыкшего к ним. В Италии с переносом столицы на Босфор наступило время смуты. Местными властителями, помимо тех, кого назначали от Нового Рима, время от времени становились самозванцы и выдвиженцы от армии. Они, конечно, притесняли окружающие народы, а те защищались, как могли. Злобный вы племен, отовсюду тревожит Римскую империю, и коварные варвары, спрятавшиеся в естественных укрытиях, осаждают ее границы со всех сторон, сообщал в середине IV века неизвестный автор трактата о военном деле. Писали об этом и другие авторы. Так, святой Иероним Стридонский в начале V века перечислял племена, которые опустошают, терзают и грабят Рим, готы и сарматы, квады и аланы, гунны, вандалы и маркоманы. Впервые захватил Рим, согласно общеизвестной версии, вождь Вестготов Алларих в 410 году. Разграбил и ушел. Такое небывалое событие произвело огромное впечатление на современников. Многие полагали, что это следствие перехода к христианству. Дескать, когда поклонялись Юпитеру, Рим процветал, а сейчас посмотрите, что случилось. Напротив, христианский богослов Августин Блаженный в сочинении о Граде Божьем назвал этот случай наказанием за грехи перед христианской верой. Больше всего богослов был озабочен вопросом, остались ли добродетельными девы, пострадавшие от готов. С его точки зрения, остались, если были недовольны тем, что год и с ними делали. С 430-х до начала 450-х годов римляне отбивались от нападений гуннских племен Аттилы, 700-тысячное войско которого бушевало на просторах от Венгрии до Галии. А на востоке его владения простирались, говорят, до Кавказа. Сообщения о гуннах потрясают многочисленностью их войска. Почти миллионная армия хорошо вооруженных и обученных бойцов. Сколько же их было всего с женщинами, стариками и детьми. Подумаем же, могло ли это быть и вообще кто такие гунны. Гунны, кочевой народ, сложился во II-IV веках в Приуралье из тюркоязычных хунну и местных угров и сарматов. Массовое передвижение гуннов на с 70-х годов IV века дало толчок так называемому великому переселению народов. Подчинив ряд германских и других племен, гунны возглавили мощный союз племен, предпринимавший опустошительные походы во многие страны. Наибольшего могущества достигли при Атиле. Продвижение гуннов на запад было остановлено их разгромом на Каталаунских полях, 451 год. После смерти Атилы, 453 год, союз племен распался. Согласно ныне принятой версии истории, первоначально гунны пришли на Урал, будто бы из Китая. Сарматы, с которыми они там смешались, и раноязычные жители окрестностей Аральского моря. Угры, якобы коренное население Урала, прародители венгров. Этого тага непонятных кочевников ограбила Северное и Южное Причерноморье, брала дань с Нового Рима, затем вдруг отправилась в Европу. А зачем? Неужели, чтобы найти среди ее густых лесов пастбище для своих многочисленных стат? Римляне в союзе с Готэми разгромили их громадную армию на Каталаунских полях под Парижем, и гунны сбежали в Казахстан, что, скажем прямо, не делает карту их фантастических передвижений достовернее. Численность населения Казахстана превысила миллион человек только в XIX веке и стала расти быстрее, лишь когда премьер-министр России Петр Столыпин организовал переселение туда русских семей. Но почему-то не выросло, когда сюда же прибежали гунны из-под Парижа. Историю человечества сочинили западные европейцы-христиане. У них на руках было немало летописных сообщений, что в разные местности приходили время от времени какие-то народы, о реальном происхождении которых летописцы ничего не знали. И вот в XVIII веке Эдуард Гиббон выдвинул идею о якобы произошедшем в VII веках великом переселении народов, главным образом с периферии Римской империи. Тогда эта выдумка хоть как-то объяснила летописные нелепости, а теперь превратилась в краеугольный камень истории, и археологи пытаются найти ей подтверждение в Китае, на Урале и прочих некогда очень отдаленных местах. И не могут ничего найти. Ни один из иранистов не объяснил, как и почему весь огромный североиранский мир исчез во мгновение ока, стоило только появиться на Волге и Дону всего лишь одному тюркскому народу, гунном, пишет российский ученый Журтубаев. Не объясняла и не объясняет академическая наука и другое чудо. Почему, зачем и как средневековые тюрки на протяжении целого тысячелетия один за другим уходили с Дальнего Востока в Европу? Гунны, хазары, болгары, авары. Торки, гузы, печенеги, половцы, нагайцы, где таилась эта огромная масса до своего исхода, и какую археологическую культуру создала на прежнем месте обитания. И таких вопросов, остающихся без ответа, накопилось очень много. О том же, известный археолог, специалист по кочевым народам Северного Причерноморья Добролюбский. При формальном распределении эталонных кочевнических археологических древностей по эталонной же хронологической схеме образуются два немалых сменных разрыва. Один из них, с V по IX век включительно, соотносится с эпохой великого переселения народов, которая при этом обильно и обстоятельно освещена в письменных источниках. Последние совокупности создают яркую историческую панораму. Степь в эту эпоху была переполнена многочисленными кочевыми ордами. Между тем, никакие классификационные ухищрения не позволяют нам убедительно выделить погребения гуннов, аваров, кочевых болгар или венгров и прочее, ничего не получается. Это факт, таких памятников в северо-западном причерноморье нет. Ученые генетики тоже не видят массовых перемещений в середине первого тысячелетия нашей эры и могут обосновать переселение народов из Азии в Европу лишь за несколько тысяч лет до этого. Итак, мы выяснили, что в Европу, включая Венгрию и Болгарию, пусть и на отдельных примерах, для последних стран. Для остальной Европы уже известны тысячи гаплотипов группы R1B1B2. И там картина, ясно, пришли носители гаплотипов новой эпохи с предками 4-6 тысяч лет назад. Среди этнических русских предки фактически те же, но жившие примерно 7 тысяч лет назад. Это все древнеямная или курганная культура и ее предшественники – тюркскоязычные носители гаплотипов. Азиатские носители гаплотипов группы R1B, говорившие на тюркских языках, остались в Азии. На севере Казахстана они заложили батайскую археологическую культуру 5700-5100 лет назад. То есть естественные науки вообще не показывают нам восточных гуннов, якобы пришедших в Европу в середине первого тысячелетия нашей эры. Что делать? Давайте посмотрим на гуннов, живших прямо в германских землях. Высшую суверенную власть в этих землях держали народные собрания, называвшиеся Тинг или так. Во время войны каждое село формировало свой отдельный отряд. На севере страны еще и сейчас называют военный отряд словом торп – деревня. А в Швейцарии, говорят дорф, тоже деревня вместо афе – отряд. А исполнительную власть в каждой германской общине осуществлял гунно. Эту же должность где-то называли альтерман или эльдермен. В Швейцарии – ландман, а суть одна – все они гунны. В Германии гунна в течение всех средних веков под названием гунне гунн обозначал деревенского старосту и до сих пор еще существует в Трансильвании как хон. И заметим, что хон весьма созвучен слову хан. Гунны – представители германской общины в мирное время и предводители мужчин во время войны. Авторитет вождя гунна был непререкаем. Сплоченность подобной германской сотни под руководством их гунна вырабатывала такую крепость, которой не могла создать даже самая строгая дисциплина римского легиона. Что немцы на войне жестче итальянцев – это мы сейчас знаем, и вот ученый, специалист по истории войн Франц Меринг сообщает, что германские гунна со своими отрядами из простолюдинов нападали на римлян. Эти-то войны и заменены в истории Рима битвами с какими-то азиатскими пришельцами. Ганс Дельбрюк сто лет назад в истории военного искусства писал. Нет никакого сомнения в том, что в Древней Германии из первоначально выбираемого чиновничества постепенно образовалось наследственное сословие. В покоренной Британии из древних князей появились короли, а из эльдерменов – эрли, графы. И дальше, ссылаясь на книгу Рюбеля Франки и их поселения, сообщает, что и в более поздние времена деревни называли словом «триба» – родословие, а в древнем верхненемецком языке это переводилось как «хуни», то есть члены рода. Если отказаться от выдумок, то становится понятным, что европейское средневековье началось с германских гуннов. И нет никакой нужды искать их родину в Китае, при Уралье или где-то еще, тем более, что их переселение не оставило археологических следов. Вести малую войну на германской земле римляне не отваживались и даже не пытались. Завоевание суровой негостеприимной страны привлекало их очень мало. Им нужно было задушить германскую свободу лишь для того, чтобы защитить завоеванную Галлию от нападений германских варваров. Готский историк VI века Иордан писал, соединив под своей властью всех гуннов и собрав вместе все народы, подчиненные им, Атила задумал покорить себе две первые нации в мире – римлян и вестготов. И мы из одной этой фразы видим, что полководец Атила объединял не дикие племена кочевников, а взял под свою власть германских военачальников, называемых гунно, соседлыми народами, подчиненными им как должностным лицам. И не опустошать он собирался Римскую империю, а покорив римлян и вестготов, объединить Европу и часть Азии под немецким руководством. Все движение, если оно шло не с востока, как нас уверяют, а наоборот из Европы, превращается в аналог произошедших позже крестовых походов, а еще позже – наполеоновских войн, а в дальнейшем – немецкой экспансии и укладывается в систему. Поговорим же и про готов, которые не только разорили Рим, но и, по утверждениям самих же историков, вместе с римлянами противостояли гуннам, нападавшим на Галию. Их, к нашей радости, хотя бы считают европейцами. Они вроде бы приплыли с Скандинавии, затем переселились за Дунай, стали строить корабли и грабить Грецию и Малую Азию, вытеснили из Дакии, ныне Румыния, вандалов, и дальше их уже было не остановить. И мы здесь видим движение из Европы на Восток, а не наоборот. Историк Иордан дает перечень покоренных имен народов, среди которых герулы и все славяне, финны, черемисы, мордва, мере, пермь, весь, чуть на Ладожском озере и несколько народностей, имена которых не подаются объяснению. В общем, в состав Готского государства вошла почти вся европейская Россия. С VI век Готы разделились на западных и восточных, то есть Вестготов и Астготов. Но если верить науке истории, теперь Вестготы, дикие варвары в звериных шкурах, правили уже не Грецией, Россией и Румынией, а контролировали большую часть Пиренейского полуострова и Галии. Столица их королевства была в Тулузе. Со временем они подчинили себе половину нынешней Франции, почти всю Испанию и вступили в союз с Римской империей. Астготы же поселились на севере Опенинского полуострова. Историк Иордан, VI век, писал, был у них ученый Зевта, а после него Дикиний, третьим же был Залмаксес. К тому же не было недостатка в людях, которые обучили бы их премудрости. Поэтому среди всех варваров Готы всегда были едва ли не самыми образованными, чуть ли не равными грекам. Это к вопросу о дикости Готов, а что касается звериных шкур, так и в наши дни многие дамы не брезгуют наряжаться в шкуры зверей, например, Соболе или Норке. Что же, готские короли носили накидки из Росомахи. Союзниками Рима и участниками войны с гуннами были также вандалы. В популярной истории и в разговорном языке это название встречается часто, вандалов упоминают в уничижительном смысле. Грубые, некультурные люди. Объяснить, откуда они взялись, историки не могут и, как всегда, прибегают к выдумкам про переселение народов, выдвигая много вариантов. То у них вандалы – это племя, родственное Готам, то восточно-германское племя, то вдруг славянский народ. Около 410 года вандалы основали на севере Африки, там, где ныне Тунис, Алжир и Ливия – королевство со столицей в Карфагене. Северная Африка была тогда римской провинцией, главной житницей империи. А откуда они пришли в эти земли? По мнению историков, прямо из Скандинавии, или из восточной Германии, или с южного побережья Балтийского моря, или с восточного побережья Азовского моря. Ничего не понятно. Византийский историк Прокопик Кисарийский, VI век, не видел разницы между вандалами и готами. Все эти народы отличаются друг от друга только именами, но во всем же остальном они сходны. Все они белотелом, имеют русые волосы, рослые и хороши на вид, у них одни и те же законы, и исповедуют они одну и ту же веру. Все они ориане и говорят на одном языке, так называемом готском. И, как мне кажется, в древности они были одного племени, но впоследствии стали называться по-разному, по именам тех, кто был их вождями. В те времена римляне благородно служили в пехоте, а кавалерию набирали из неримлян. Кавалеристов Риму поставляли готы, варвары и вандалы. Они дослуживались до высших воинских званий, командовали армиями, возглавляли целые провинции. Отдельные кавалерийские части, аллы, состояли из представителей одной какой-то народности. Так, в энциклопедии Браггауза и Ефрона приводится пример аллы германского племени батавов. На Ближнем Востоке служили сирийские аллы. Прокуратор иудеи из Романа Булгакова, мастер и Маргарита, всадник Понтипилат, происходил из горских народов Средней Италии, которые долго воевали с Римом, а когда стали союзными ему, их вожди приобрели статус эквитов-всадников. Такое сословие Римской империи после патрициев. И вот, если верить популярной версии истории, верные императорам Рима вандалы в конце мая 455 года пересекли Средиземное море, ибо, помимо конных войск, уже имели мощный военный флот, ни с того ни с сего захватили Рим, убили императора Петрония Максима и разграбили город. Острова Сицилия, Сардиния, Корсика и Балиарские перешли под их власть, а Западная Римская империя уменьшилась до размеров Италии. Потрясающее коварство. Если же вникнуть в ход событий, то, оказывается, полугодом раньше король вандалов сговорился о браке своего сына с дочерью легального императора западной части Римской империи Валентиниана III. Но этого императора убил узурпатор Петроний Максим. Узнав об этом, король вандалов и приплыл из Карфагена в Рим. Он вызволил из застенков и увез к себе дочерей погибшего, его вдову. Она сама, между прочим, была дочерью главного константинопольского императора. И никого вандалы не грабили, а просто забрали привезенные ранее свадебные подарки и приданные невесты. Они даже Петрония Максима не убивали, узурпатора растерзала толпа самих римлян. И острова в Средиземном море вандалы получили по согласованию с кем надо. Совмещение разноречивых показаний первичных летописцев в единую историю, подобно известному нам киномонтажу. При помощи монтажа можно достичь весьма разного отклика у зрителя. Однажды советский режиссер Пудовкин привел такой пример. Один и тот же кинокадр, спокойное лицо актера, смонтировали сначала с едой, потом с гробом и еще раз с ребенком. Зритель после показа вынес впечатление, что актер выразительно сыграл три разных эмоции – голода, горя и радости. Так и здесь историки смонтировали вандалов с грабежом и навсегда припечатали им вандализм. Термин «вандализм» придумал в конце XVIII века французский аббат Григуар. А мы показали, что нападение на Рим монтируется со спасением империи от узурпатора, и картина выглядит совсем иначе. Следующее падение Рима пришлось на 476 год. Опять же вспомним киномонтаж. Во многих фильмах бывают нестыковки. Скажем, героя ранили в руку, и вдруг он через пять минут идет с перебинтованной ногой. Потом опять забинтована рука. В истории тоже такое бывает. Мы только что видели, как жестокие буйные гунны пытались захватить Рим и были разбиты на голову. И вдруг 25 лет спустя обнаруживаем, что римскими войсками командует Патриций Арест, который в годы тех битв был секретарем гуннского вождя Атилы. Картина сюрреалистическая. Что-то не так с этими гуннами. Кстати, Рим в то время был за штатным городишком. Император западной части империи жил в Равене, что на берегу Адриатического моря. Итак, вот история гунна Ареста. К 476 году он фактически превратился в правителя Западной Римской империи, более влиятельного, чем законный император Юлий Непот, племянник большого константинопольского руководителя. Не считая Юлия достойным власти, он его сверг, не подбежал в Далмацию, а императором объявил своего 16-летнего сына. Сам он, будучи по рождению германцем и человеком здесь пришлым, занять этот пост не мог. Настоящий римский, ромейский, византийский император послал в Равенную армию во главе с варваром Адаакром. Подавив мятеж и казнив Ареста, но пощадив его незадачливого сынишку, Адаакр выслал знаки императорской власти в Константинополь, сообщив, что он «все италийцы и римский сенат считают ненужным сохранение двойного, западного и восточного императорства». В ответ на это император наградил варвара Адаакра титулом Патриция и попросил возглавить Италию, при том, что формально западным императором остался свергнутый годом ранее Юлий Непот. Так и сделали. Непот больше в Италии не появлялся, на власть не претендовал, а вскоре его убили свои же охранники. Адаакр опять выслал императорские регалии в Константинополь с просьбой назначить нового императора, но на этот раз византийский глава решил этого не делать, оставшись единственным владыкой империи. Эти события и называются римпал. Но ведь империя, наоборот, воссоединилась под единым руководством. Когда на смену Адаакру пришел астготский король Теодорих, в Константинополе его официально признали королем Италии и снабдили императорскими регалиями. А случилось это в 493 году, много позже падения Рима. Получается, все падение было в том, что Европа потеряла императора-соправителя. Но что очень важно, здесь осталась такая влиятельная фигура, как римский понтифик, епископ, личность в должности, которую в наши дни называют словом «папа». От него, кстати, произошло русское слово «поп». Возникновение двух центров власти, Старого Рима и Нового Рима, Константинополя, и так-то порождало нестабильность. Теперь же, с исчезновением на западе императора-соправителя, сам римский понтифик, религиозный вождь, становился политической фигурой. В соответствии с традицией, он считал себя по статусу выше остальных епископов, но утверждение «новой», равной Риму столице, и рост авторитета патриарха Константинополя снижали высоту его полета. Это привело к ужасным последствиям, о которых в следующих главах. Полное аудиоиздание, а также электронная и печатная версия книги по ссылкам в описании. Озвучено с помощью iBooks.ru